Продолжение следует... Берем перемоточную машинку, но если я начну наматывать шелк на перемоточную машинку непосредственно, он не будет держать форму. Он такой скользкий, что очень тяжело будет его снять с моталки и удержать вот в этом состоянии. Моталка слишком широкая и небольшое количество образцов просто рассыпется. Пряжа скользкая. Наматывать обратно на конус я не хочу, это долго и руками сложно. Поэтому есть небольшая хитрость. Можно взять втулку от бумажного полотенца и обрезать ее по длине перемоточной машинки. Поскольку втулка шире, достаточно взять липкую бумажную ленту и наклеить ее с двух сторон, приклеить к моталке. Таким образом она зафиксируется. Лента, которая будет замотана пряжей, никуда не денется. А здесь по краям мы ее просто скрепляем с перемоткой. Все, лента закреплена. Она никаким образом уже не может сдвинуться. А когда мы снимем втулку, мы просто эту ленту загнем внутрь. И теперь совершенно спокойно я могу брать и наматывать пряжу на перемоточную машинку уже через втулку. По движению я не оставляю хвостик, потому что он будет не нужен. Аккуратно его закрываем и перематываем все наши образцы. Они прекрасно ложатся на основу, никуда уже с нее не денутся. И таким образом мы сможем с вами использовать эту пряжу еще раз. Она прекрасно сохранится до следующего использования. Перемотали образцы, сняли втулку, остаток пряжи. Можно замотать и лентой, чтобы не разматывалось. Идеальное хранение. Можно лишнее срезать, а можно так и оставить. Ставите перед нитиводом и у вас прекрасно работающая. Не конус, конечно, но втулка. Можно доработать данную конструкцию под втулку, либо создать втулку самостоятельно из плотного картона, завернув его на перемоточную машинку. И вот таким же образом наматывать скользкую и плохо держащую форму нить. Если вам это видео понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите в нашу школу машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...